Еще раз добрый вечер, это радио Финам ФМ, частота 99,6. Мы продолжаем наш информационный канал, и тема у нас сегодня одна, ситуация на Украине. Мы работаем в эфире уже второй час, и сейчас в рамках программы «Искусство возможного» к нашей дискуссии, к нашему обсуждению этой ситуации подключились и наши гости. Один из них уже у нас в студии, это Павел Салин, кандидат юридических наук, директор Центра политологических исследований Финансового университета при правительстве России. Павел, добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Сейчас я просто введу в курс дела, я разговаривал, и сейчас мы продолжим этот разговор с обычной жительницей Киева, пытаемся понять, что там происходит. Но перед тем, как мы вернемся к беседе с Александрой Погорелой, несколько срочных сообщений. И Тартас передает, что встреча министров иностранных дел Польши, Германии и Франции с президентом Украины Виктором Януковичем, длившаяся около шести часов, завершилась. Дипломаты вышли, передает корреспондент агентства Итартас, дипломаты вышли из здания администрации главы государства и уехали. Прокомментировать встречу они не захотели. Вот когда, вот так по опыту журналистскому, когда выходят и не подходят к журналистам, понимая, что, собственно, все внимание сейчас приковано вот к ним, да, и уезжают, без всяких комментариев, это говорит о том, что никаких реальных результатов достигнуто не было. Далее. В Киеве после утреннего нападения радикальных сил оппозиции на милицию, совершенного в день объявленного в стране траура, ситуация относительно стабилизировалась, но остается напряженной. На улицах, прилегающих к площади независимости Крещатику, закрыты все кафе, рестораны, бары, окна, заведения загорожены защитными ставнями. Некоторые заклеены плакатами и газетами, на дверях надпись «Закрыта по техническим причинам». В банкоматах Украины кончаются, написано, наличные. И вот Александра Погорелая, который живет в Киеве, говорит о том, что в банкоматах просто нет денег, банки закрыты, люди скупили продукты в магазинах, и вот в этом сообщении «Тартас» об этом тоже говорится. То есть вот такая вот ужасная ситуация. Второй человек у нас выходит на связь сейчас из Киева, и второй человек говорит, что город практически мертвый, опустел по улице, там на бульваре Шевченко, и еще говорит, нет, нет, проезжают машины. Это одна из главных транспортных магистралей Киева, кто был, тот знает. Нет, нет, еще машины проезжают, но людей просто нет. Начался массовый исход населения из города, пытаются переехать кто куда. Одни к родственникам на запад, другие к родственникам на восток, в центр страны. Те, у кого нет родственников в этих районах, они уезжают просто хотя бы на другой берег, как говорится, там, где спальные районы, да, киевские, пытаются у друзей там каким-то образом получить приют. И, значит, еще одно заявление вот только что мне принесли в студию. Лидер оппозиционной фракции Батькивщин Арсений Юценюк призвал всех депутатов, в том числе вне фракционных и из фракции партии регионов, прийти на заседание парламент, чтобы спасти Украину. Я призываю всех депутатов, всех фракций, всего украинского парламента. Мы давали присягу украинскому народу, в который стреляют снайперы, и который заслужил, чтобы у него было европейское будущее. Все в парламентский зал, чтобы спасти Украину. Он подчеркнул, что за кровопролитие ответственны президент и его правительство. Ну, это понятно, позиция Яценюка не меняется. Это заявление он сделал, потому что Верховная Рада. Сегодня вообще какие-то странные сообщения по поводу украинского парламента поступали на протяжении всего дня. То они должны были собраться на заседание. Потом объявили о том, что к Верховной Раде протестующие с Майдана прорываются, и депутаты, значит, там эвакуированы были. То есть также были эвакуированы люди из Кабмина, из администрации президента. Потом под вечер пошли сообщения, что на экстренное заседание Верховная Рада все-таки собирается, и теперь они пытаются собрать кворум. И вот, видимо, для того, чтобы этот кворум был собран, он Яценюк и выступил с соответствующим заявлением. Итак, Александра Погорева, и я еще немножко... Саша, Саша, вы здесь? Да, да, я на самом деле. Да, вот такие вот новости мы получаем из Киева. Саша, я на самом деле надолго больше не буду задерживать. У меня такой вопрос чисто человеческий. Вот я хочу понять, вот кого вы, вы лично, вот просто человек, который живет в Киеве, и кого вы лично вините в том, что происходит сейчас в вашем городе? Кто виноват, как вы думаете? Я думаю, что разделение ответственности, об этом можно говорить позже, не в этот день. То, что власть, никто уже из жителей этой страны не считает легитимной, и позиция президента Януковича непонятна уже никому, ни в центре, ни на востоке страны, ни на западе. И никто не поддерживает этого человека, его трусость, да, и то, что возможным стала вот такая эскалация конфликта, конечно, в первую очередь, соответственность на нем, как на гарантии, на главе державы. И кто бы сейчас не провоцировал, и какие бы силы, и опять же, геополитические расстановки, они ясны, но то, что все дошло до предела, и мы оказались в этом сюрреалистическом военном мире сейчас, но в первую очередь, это ответственность президента и власти, конечно же. Да, да. Саша, спасибо вам большое. Я вам скажу так, что в России тоже не очень понимают позицию господина Януковича, причем уже давно, и я не знаю, слышали вы или нет, вот у нас в эфире прозвучало заявление премьер-министра России Дмитрия Медведева, который, в принципе, подтвердил, что Россия не отказывается от своих обязательств по экономическому сотрудничеству с Украиной, но при этом, сказал Медведев, власть на Украине, в первую очередь, тоже должна быть в тонусе и не должна превращаться в тряпку, об которую вытирают ноги. Вот такая вот характеристика, вы все понимаете, да? Саша, спасибо вам большое, удачи. Удачи, будьте осторожны, пожалуйста. Спасибо, спасибо большое. И еще, Павел, еще, да, и вот второй наш гость, да, садись, пожалуйста, да. Еще две новости, я быстренько их зачитываю, и мы начинаем обсуждать эту ситуацию. Бюро Суд Медэкспертизы Киева доставлены тела 67 человек за период с утра 18 по 20 февраля, сообщает пресс-служба Киевской городадминистрации со ссылкой на Департамент здравоохранения. По состоянию на 5 часов вечера по Москве врачи скорой помощи оказали медпомощь 551 участнику массовых акций протеста, которые происходят в центре столицы. Госпитализированы 332 человека. Еще несколько минут назад сообщалось о том, что в результате массовых беспорядков погибли 64 человека. Так, и вот сейчас еще, значит, министр иностранных дел в Германии, Франции, Польше. Остаются в Киеве, остаются в Киеве, они не улетают в Брюссель, и в Киеве они ждут теперь встречи с представителями украинской оппозиции. Вот может быть поэтому они уехали без каких-либо комментариев после встречи с Януковичем, потому что нет полноты картины, и они пока еще не могут четко сформулировать, собственно, вот какой-то компромиссный вариант или свое предложение. Как сообщили агентству Интерфакс Украины во французском посольстве, Они находятся сейчас во французском посольстве, и там ждут лидеров оппозиции, которые находятся в Раде. Но это мы уже знаем, там Яценюк, вот я только что зачитывал его обращение, да. Вот как-то так. Итак, друзья, ну с кого начать? Павел, давайте вы первый, значит, начинаю с вас. Как вы думаете, что мы сейчас наблюдаем на Украине, и когда конец будет этим событием, и главное, какой? Вы знаете, то, что мы сейчас наблюдаем на Украине, мне очень напоминает событие в Тегеране в 2009 году, когда тоже была предпринята попытка цветного переворота, правда, тогда эта попытка была привязана к президентским выборам. То есть сценарий один и тот же. Сначала выступают недовольные граждане, потом проливается кровь, то есть по сценарию цветных революций обязательно должна быть сакральная жертва. Там ей стала девушка Неда, если помните, там в интернете ролик есть, случайно в кавычках западный оператор оказался возле нее, когда якобы правительственный снайпер ее застрелил, там агония 40 секунд, показано все. Очень напоминает этот сценарий, и также украинские власти, правда, у иранских властей позиция тогда была гораздо жестче, но украинские власти тоже, судя по всему, с одной стороны ведут себя достаточно невнятно, с другой стороны, конечно, сдаваться не собираются. Потому что у нас принято приписывать все внешнему фактору, внешнее воздействие, естественно, есть, но значительную роль в этой ситуации, как и в Иране в 2009 году, сыграл раскол элит. Потому что в Иране там был так называемый фисташковый король Рафсан Джани, который был ориентирован на запад. Именно его студенты, студенты из принадлежащих ему частных вузов, были основной движущей силой этой несостоявшейся революции. Здесь ситуация немножко сложнее, мы видим сейчас новые фамилии начали звучать, Парубей, Ерош. Вот большой вопрос, кто контролирует улицу. У меня такое ощущение, что Яценюк и прочие товарищи, даже Тегнебок, улицу не контролируют. От того, кто контролирует улицу, зависит ответ на ваш вопрос, когда закончится и чем закончится. Вы знаете, коллеги, у меня есть ответ на вопрос. Я сейчас представлю для начала Олег, а потом ответ на вопрос. Олег Бондаренко, политолог, директор Российско-Украинского центра. Да, теперь да, пожалуйста. Спасибо, еще раз добрый вечер. Вы знаете, не хочу показаться конспирологом, но улица в данном смысле контролируется теми, кто ее обеспечивает финансово, а финансово ее обеспечивает конкретно посольство США, конкретно господин Джеффри Пайет, о чем он чуть ли не в открытую признался. Посоль Соединенных Штатов на Украине. Да, конечно. В чем он в открытую признался в своем перехваченном телефонном разговоре с помощником госсекретаря США Викторией Нуланд. Несколько интересных фактов до того, которые свидетельствуют об этом. Например, когда было захвачено Министерство юстиции Украины, и когда туда пришел Виталий Кличко по договоренности с Януковичем, они менялись, что Янукович амнистирует всех участников прежних незаконных акций и всех мятежников, а они в ответ освобождают помещение. Так вот, тогда на тот момент Виталия Кличко отправили куда подальше, он пошел туда, куда его отправили, а когда на следующий день приехал Джеффри Пайет, вот тогда уже не было никаких проблем, и Джеффри Пайет сказал, ребята, пожалуйста, освободите, и они освободили. Так что, ну, тоже можно сказать, где находятся сейчас, в каких бегах, в каких странах, некоторые лидеры этих националистических, нацистских, неофашистских организаций, как «Правый сектор» и, например, «Спильно справа, общее дело», Александр Данилюк, он находится в Лондоне, в Великобритании. Можно вспомнить одного из лидеров «Автомайдана» Дмитрия Булатова, который прошел лечение в Литве. После вот этих вот нечеловеческих пыток. То есть его там поранили щеку, и при этом очень красиво, постановочно, конечно, вы видели эти кадры, их можно найти в интернете. Его пролечили за счет граждан Литвы, за счет налогоплательщиков Литвы. 50 тысяч евро стоило его лечение, после чего он, ничтоже, сумняшится, сказал, ну, а теперь я поеду в нормальную Европу, в Германию. Взял и уехал туда. Так что корни надо искать там. Там, конечно, эти люди, которые сейчас называют себя лидерами оппозиции, господа Яценюк, Личко, Тигнебок, вообще ничего не контролируют там. Они являются заложниками ситуации. И сейчас, ну, видите, уже, конечно, грань прошли, и теперь очень сложно делать какие-то прогнозы, что будет. Янукович запаздывает на несколько шагов. Он давно должен был вести чрезвычайное положение. Он давно должен был зачистить центр Киева. Знаете, это возможно только на Украине. Вчера новость СБУ, Служба безопасности Украины, объявляет о начале операции антитеррор. Все думают, ну вот, сейчас начнется. Если до того не зачистили Майдан, то хотя бы вчера это сделают. И что? И ничего. И сегодня мы видим, как Беркут уезжает с Майдана, солдаты внутренних войск снимаются с кордона на улице Грушевского. Это правительственная улица. И сейчас в Киеве хаос. Сейчас сообщение... Чем вы это объясняете, Олег? Это мы видим, да. А чем это можно объяснить? Ну, во-первых, есть явное желание, в данном случае, опять же, США, не Европы. Европа не настроена на раскол Украины. Европе не нужен. Рядом с собой полыхающее такое Приднестровье, помноженное на, не знаю, там, сто раз. Это нужно американцам. Конечно, и они подожгли этот Бигфордов шнур. Сейчас он начал... Сейчас ситуация начала взрываться. И Виктор Янукович, если сегодня ночью, завтра утром, не произойдет силовое решение этого вопроса, с введением чрезвычайного положения, то Виктору Януковичу нужно будет собирать вещи, иначе президентская резиденция, я боюсь, будет захвачена. Что ее возьмут. Да, да. Что ее возьмут. А вот теперь смотрите, какая новость, господа. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал уткой, появившись в интернете сообщение о том, что президент Украины Виктор Янукович якобы попросил политическое убежище в России. Это утка, сказал Песков, информационная партизанщина, информационная война. И Песков сделал это заявление телеканалу «Дождь». На вопрос, смотрит ли Владимир Путин видеотрансляцию событий в Киеве, которые в эти дни показывают все мировые каналы, Песков ответил, Путин в меньшей степени видит кадры из Киева, у него сейчас нет времени смотреть телевизор. В большей степени он получает информацию по различным каналам. Ранее Песков также сообщал, что Владимир Путин по просьбе Януковича отправляет в Киев бывшего полномочного по правам человека Владимира Лукина в качестве посредника на переговорах с оппозицией. Ну вот, смотрите, у меня такой вопрос, друзья. Значит, когда все еще только начиналось на улице Грушевского, когда появилась в интернете ваша статья «Виктор Янукович», это я обращаюсь к Олегу Бондаренко с громким названием, «Янукович за души Гадину», «Раздави Гадину», да, пардон, «Раздави Гадину». Вот когда все это начиналось, я говорил так, слушайте, ну те, кто был в Киеве, улица Грушевского, к улице Грушевского ведут, ну, совсем чуть-чуть улиц, там, да, снизу Днепра, да, вот этот подъем, со стороны Крещатика, да, там, Европейской площади, там, сбоку. У меня вопрос, вот как у любого человека, который наблюдает за этой картинкой по сей день. Там горят покрышки, причем такое ощущение, что эти покрышки прямо там на улице Грушевского и производят, потому что они горят бесконечно долго. Роман, я вам отвечу. Их просто миллиарды, эти покрышки. Я вам отвечу. Сейчас, секунду, я сформулию далее. Потом, бензин, бутылки для того, чтобы разлить вот этот коктейль Молотова. Слушайте, но неужели, мы же все прекрасно понимаем, неужели есть желание, допустим, прекратить все это? Для этого необходимо перекрыть все подъезды к улице Грушевского, просто жестко туда не пропускать всю эту ерунду, но этого не происходило. Отсюда у меня был вопрос, а нужно ли действительно господину Януковичу каким-то образом пресекать эти акции? А может быть, он в них заинтересован? Я бы не сказал, что он заинтересован. Он заинтересован в том, чтобы все решилось по-тихому, но по-тихому уже не получается. Уже не получается. Вначале украинские власти спровоцировали все эти события, которые начались в середине января, своими действиями в конце ноября. Если помните, когда разогнали этот Майдан... Я помню, да, 11 ноября это было, да? 30-е, по-моему. Или 30-е, да, что неважно. Когда разогнали Майдан, никто из украинских властей не захотел брать с ней ответственность, что они друг на друга начали спихивать все. А силовики это ребята, которые прекрасно понимают, что если они не получают от власти карт-бланш, то их сделают крайними. И вот тогда, именно тогда, в конце ноября, украинская власть дала слабину. С одной стороны, разогнали, а с другой стороны, никто не вышел, честно, как и Лукашенко в свое время вышел, сказал, я отдаю максимальные полномочия, давайте подавляйте беспорядок. Вот украинцы и власти начали... И можете на меня рассчитывать, я вас не сдам. Да, да. А вот таких слов со стороны украинских властей не прозвучало. И именно тогда, в конце ноября, был заложен вот семена вот этого, всей вакханалии, который сейчас происходит. Именно поэтому силовики сейчас тоже не берут на себя ответственность, работают не в полной силы, потому что они понимают, что в случае чего их сделают крайними. Все, мы сейчас прервемся. Вернемся в эту студию через несколько минут и продолжим. Еще раз добрый вечер. Это радио Финам-ФМ. Частота 99,6 в эфире «Искусство возможного». На самом деле, мы уже на протяжении полутора часов говорим о ситуации на Украине. Немножко изменили сетку нашего вещания. И говорим о ситуации на Украине с нашими гостями. Это Олег Бондаренко. Я их еще раз представлю. Это Олег Бондаренко, политолог, директор российско-украинского центра. И Павел Салин, политолог, директор Центра политологических исследований финансового университета. Телефон, по которому любой может позвонить в нашу студию и задать или высказать свое мнение, или задать вопрос мне и моим гостям. 65, 10, 99, 6. Код города Москвы 495. Да, Павел, продолжать, продолжать. Я, наверное, уже мысли закончил. Хорошо, да, Олег. Еще раз, я напомню просто вопрос. А может быть, если не перекрывали подвоз этих покрышек и бензина и бутылок, может быть, это было выгодно, господин Янукович? Надо понимать Украину. Там нет вот такой ситуации, как у нас, взять и перекрыть. И так нет, не потому что это невозможно. Все возможно. Так политики не мыслят. А Янукович думал, что все рассосется само собой. Что как-нибудь договорятся. Мне мой знакомый таксист рассказывал, что за последние месяцы практически все техстанции избавились от запаса, многолетнего запаса старых покрышек, которые там сожгли. Люди приезжали, их покупали, забирали и туда подвозили. Это было налажено. Но сейчас об этом говорить, это уже, знаете, к сожалению, это позавчерашний снег на фоне тех событий, которые сегодня там происходят. Вот, например, очень важный момент в столице. Это, конечно, городская власть. Мы помним, что тогда Майдан в 2004 году победил, потому что тогда мэр города Киева Амельченко встал на сторону, Александр Амельченко встал на сторону власти. Сейчас мэром города официально исполняет обязанности, является представитель партии регионов до сегодняшнего дня. Не, он вышел. Владимир Вахенка. Он вышел. Он вышел. Я вам расскажу, почему он вышел. Я вам расскажу, почему он запустил метро, чтобы эти боевики смогли стягиваться. У него сына похитили. Что значит похитили сына? В прямом смысле слова это... Вот сегодня это произошло. Это информация... То есть фактически в заложники взяли. Да, взяли в заложники сына. Боевики. Боевики. Да, точно так же, как вчера. Боевики взяли в заложники семью губернатора... Гуцк, Волын. Да, 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 Волынского губернатора. То же самое. Они поехали домой. Это старый проверенный бандеровский метод. Метод действия УПА. Украинской повстанческой армии в 40-е годы. Да, да, да. Сейчас то же самое мы видим в городе Киеве. И то же самое мы видим с солдатами. И то же самое мы видим с семьями Беркута, которые жены там офицеров Беркута получают смс-ки, что с вами разберемся, с вашими детьми разберемся, а потом дождемся, когда муж из Киева приедет и с ним разберемся. Поэтому сегодня можно понимать, что власти в Киеве нет городской. Мэр будет делать все то, что ему скажут. Метро запущено. Насколько я понимаю, так же они постараются разблокировать подъездные магистрали. На одной из главных магистралей Киева, которая ведет от аэропорта Борисполь в город, боевики уже устроили свой КПП. Это на мосту? До моста. До моста. До моста, на Бориспольской трассе. Я понял. Они проверяют там все машины и автобусы на предмет того, кто туда едет. Ну давайте назовем вещи своими именами. Власть в городе принадлежит боевикам. Уже сегодня ее берут в руки боевики. И не только в городе. Потому что сегодня также прошли кадры, ужасные кадры, того, как подобный КПП действовал на Одесской трассе между Киевом и Одессой, в Черкасской области. Было установлено такое КПП. Если вдруг автобус или машина не останавливалась по требованию вооруженных боевиков, они закидывали коктейлями Молотова. И несколько автобусов там было остановлено. Люди выбегали в панике. При этом они таким образом остановили несколько автобусов с милицией. Милиция, я не знаю почему. Может, у них не было оружия. Почему она ничего не предприняла. Сегодня, вот, единственный момент, который еще может хоть как-то внушить позитив, уверенность в действии власти, министр внутренних дел выдал распоряжение о том, что оружие должно быть разорвано всем. Разрешил применение боевого оружия. Наверное, это было сделано в том числе, потому что мне рассказывали, что беркутовцы, которые там стояли, они уже говорили, что если вот нам сейчас не отдадут приказ, мы уйдем. А вот у меня сразу вопрос. И потом мы будем слушать звонки наших слушателей. У меня вопрос, друзья. Я хочу понять, что это за чудесные такие ребята беркут, которых на протяжении там нескольких месяцев, их просто, я не знаю, поджигали, поджигали. Там, я не знаю, дубинками насмерть забивают. В шею шило там, значит, втыкают, сжигают зажило там вот этими вот бутылками с коктейлем Молотова и так далее, и так далее. Они не уходят. Они стоят. Это что? Роман, что это такое? Последний кордон беркута, последний кордон, это ребята из Севастополя. Из Севастополя. То есть, получается, что это вот как раз беркут, это вот есть та самая восточная Украина? Нет, есть и западные беркуты, но во Львове, например, они все целиком в отставку подали. Не в отставку подали, они поддержали, они официально сказали, что милиция с народом. То есть, получается, это ровно вот то, о чем мы говорим. Гражданская война. С одной стороны, ребята с востока, и не надо, давайте их не будем называть беркутом, да? А с другой стороны, собственно, ребята, которые с запада, да? Я правильно понимаю? Совершенно верно, да. Отлично. А вот теперь смотрите, значит, сообщение. На въезде в Донецк блокпосты милиции появятся на въезде в Донецк для сохранения безопасности жителей города. Об этом заявил мэр Донецка Александр Лукианченко. При этом он подчеркнул, что в настоящий момент на улице города сохраняется порядок. Считаю, что у нас с вами одна задача, говорит Лукианченко, отстаять свой дом. Если мы отстаем свой дом, то отстаем свой Донбасс. Вот и вот, значит, что у нас выходит. У нас получаются блокпосты на въезде в Киев, блокпосты у нас на въезде в Донецк, блокпосты завтра, может, уже стоят, мы просто об этом не знаем, на въезде в Харьков, на въезде, там, я не знаю, в Крым, там, и еще. И вот так вот вся страна покроется блокпостами. Это раскол или нет? Возможно или нет? Очень коротко. Я хочу просто послушать еще звонки. Думаю, что вполне возможно. Сейчас ситуация проходит точку невозврата последние два-три дня. Роман, это Махновщина. Это Махновщина, это то, о чем писал Михаил Булгаков. Это заход Петлюры в Киев. Я сегодня это вспоминал. А Беркут это Белая Гвардия. Белая Гвардия. А Беркут это современная Белая Гвардия. Я сегодня это вспоминал. Но если Беркут Белая Гвардия, я еще вспоминал вот тех ребят, которые с Геттманом уехали. Помните, да? Да, на немецком поезде. Значит, слушаем, слушаем. Послами. Да-да-да. С министрами. Да-да-да, я понял. Да-да-да. Слушаем наших слушателей. Виталий, добрый вечер. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Да-да-да, слушаем. Вы знаете, я уже тут месяц вот это вот все, как бы сказать, вижу и повторяю, что вы говорите. Сейчас надо констатировать. Короче, Запад очень красиво провел операцию заранее, за несколько лет продуманную. Как раз когда Олимпиада, чтобы русские не могли влезть и продумали классную совершенно операцию. Они готовили, понимаете, у нас знакомая Украинка говорит, в лесах на Западе готовили детей. Прямо это были лагеря заранее. И сейчас там министры. Просто Янукович сейчас просто продает Украину. Понимаете? И мы получили Сирию в результате наших вот этих политиков тоже бездарных. Надо вперед на два шага. А они мямлют, что-то сопли жуют. И получили себе Сирию под боком, понимаете? Несколько лет уже это идет операция, заранее продуманная. Ничего там сейчас эти министры не делают. Меня тут восхитила журналистка. Ой, сейчас там министры приехали, они сейчас посмотрят и поймут, что происходит. Они прекрасно знают, что происходит. Да, конечно. Господи. Это ливийский вариант, сирийский. Блин, ну елки балки. Да какой угодно. Вариант абсолютно с вами согласен. И сейчас надо нашим быстро решать, что делать. Потому что это рядом Сирия. Сейчас там войска будут натовские. Или людская драка. Согласен. Сейчас, секунду, Олег. Вот мы вспоминали Иран, вот Ливию, Сирию. Я вспоминаю не эти страны. Я вспоминаю Югославию. Югославия. Это вот один в один Югославия. Слушайте, я там работал вот ровно в эти же самые события. Просто люди говорят немножко на другом языке. И немножко географически все это выглядит по-другому. Все остальное один в один. Слушайте, Зоран Джинджич. Он тащил... Кого он только не ставил, как говорится, под свои знамена. В первую очередь сделал ставку на футбольных фанатов. Это, мы знаем, всегда агрессивно настроенная часть. Плюс там еще какие-то радикалы. И вот именно эти радикалы заставили там Слободана Милошевича уйти. А вот те сербы, которые жили в деревнях, так называемых селяхи. Те сербы, которые жили там в каких-то промышленных городах рабочие. Просто они в тот момент просто не успели дойти до Белграда. А когда они пришли, было уже поздно. Милошевича уже вывезли в Гаагу. Чем все это закончилось, мы знаем. Но и Зоран Джинджич, на секундочку, тоже плохо закончил. Застрелили в Белграде. Застрелили в Белграде. Да, Олег, вы хотели что-то сказать. Знаете, дедушку Маккейна как-то нужно внимательнее слушать. Он же говорит те вещи, которые потом иногда сбываются. То есть он сливает информацию, да? Он, в общем-то, он пугает. Да, он пугает, но он говорил тогда еще. Все говорили, ну что там старик Маккейн. А нет, нужно слушать. Нужно слушать. До сих пор политика США связана с этими старичками-ястребами. Маккейн, Бжезинский, Киссинджа. Да, да, да. Вся стратегия давно уже придумана. И она сейчас только реализуется. Так что, увы, а что нам нужно делать? Ну, вы знаете, конечно, назначение Владимира Лукина, при всем уважении, это, ну, такая, как бы сказать, может быть, начало. Может быть, какая-то маленькая полумера. Может быть. Не хочу сейчас критиковать в данном случае решение президента, но вопрос в том, что нам нужно работать с Востоком Украины. Потому что бандеровцы сейчас будут делать дранг на хостер. Конечно. Тигныбокс, трибуна Верховной Рады говорил о том, что они пойдут на Донбасс. Конечно, они не скрывают это. Они же этого не скрывают. Это не вопрос только освоения территории. Это вопрос того, что им нужны предприятия. Им нужна промышленная индустрия. Потому что Запад — это аграрные территории. Западная Украина — это огромный хутор. А Восток — это весь промышленный потенциал. Сырши, наверное, они пойдут туда. Это деньги. Поэтому сейчас нам нужно работать с местными лидерами, с губернаторами, с политиками. У меня вопрос. Если мы такие умные, скажите мне, пожалуйста, Павел, может быть, вы ответите, почему 20 с лишним лет мы ничем подобным не занимались. Потом вдруг мы проснулись и в 2004 году сделали ставку на господина Януковича. Но сделали же ставку. Я же видел, как все это происходило. Сам непосредственно участвовал в этом процессе. Штаб работал у нас в Киеве во главе с Павловским. Вы это знаете. Огромное число наших политологов, десятки съемочных групп, там, Первого канала, РТР и так далее. Нужно было сделать господина Януковича президентом. Мы сделали его президентом. Помните, Путин приезжал, да, оказывал ему поддержку, рядом стоял там на параде, на Крещатике. Зачем нам нужен был Янукович? Это же было уже тогда понятно, что это не та кандидатура, на которую надо делать ставки. И почему мы все время, Павел, еще раз, почему мы все время ищем какую-то личность, на которую нужно сделать ставки? Может быть, нужно каким-то образом, я не знаю, организовать партию свою и еще что-то. Совершенно верно. Есть большой изъян российской политики внешней вообще. Мы все время делаем ставки на какие-то двусторонние отношения. Мы работаем не с институтами, а с людьми. Там с Чавесом в Венесуэле или с Януковичем на Украине. А Запад, он работает по институтам. Вот, допустим, с Египтом сценарий. Самый преданный, этот Мубарак был, самый преданный соратник США. Как только что-то повернулось против него, сдали на раз. Оппозиции там их, в принципе, не ослабли, потому что есть резерв кадровый, работают с институтами. У нас вот по-прежнему работают с людьми. Сейчас работа начинается. Вот мой коллега совершенно верно говорит, сейчас нужно работать по региональным, по местным администрациям. Потому что, допустим, в Харькове уже губернатор проводит самостоятельную политику, весьма и весьма ответственную. В Одессе там люди организуются в отряде самообороны. А не поздно, друзья? Пока не... Вы думаете, нет? Ну вот смотрите, если завтра. Завтра или послезавтра. Это дело двух-трех дней. И мы получим результаты этих событий на Украине. Это же понятно. Через два-три дня, допустим, там поменяется власть, или президент Янукович там останется японским императором. Вопрос в том, поздно для чего. Если предотвратить Дранкнахостен, как коллега говорит, нет, пока не поздно. А чтобы сохранить режим Януковича, ну уже поздно, но это проблема Януковича. Давайте, скажем, признаемся себе честно, скажем честно, нашим радиослушателям, Украины больше нет. Как единого пространства, как государства. Как единой политической нации, самое главное. Политической нации там никогда не было. Поэтому и происходит то, что сейчас происходит. Сейчас по формальным признакам ее уже нет. Закарпатье объявило о том, что оно не подчиняется Януковичу. Понятно, вся западная Украина. Там три области Галичины, десять областей. Есть центральная Украина, где сейчас идет борьба. И есть восток. Вот сейчас задача не проиграть восток. Потому что на востоке Украины находятся, а, промышленные предприятия. Там живут такие же люди, как и мы с вами. Наши соотечественники, русские, украинцы. Кстати, около десяти миллионов русских там живет. Есть Крым, есть города-миллионники от Одессы до Харькова. Мы согласны, как это сделать? Надо работать напрямую. Есть Михаил Маркович Добкин. Вот я перечислю несколько фигур. Михаил Маркович Добкин, губернатор Харьковской области. Геннадий Кернес, мэр города Харькова. Это из самых таких наиболее симптоматичных, харизматичных, ярких политических персон, которые могут объединить весь Юго-Восток. Есть политики, уже не губернаторы. Есть Олег Царев в Запорожье, известный депутат от партии регионов. Есть в Крыму, например, движение русское единство Сергей Аксенов. Там много. Неважно, да, понятно. Вот есть эти люди. Есть в Одессе, который сидит сейчас Игорь Марков, лидер партии Родина. Посаженный, да. Ну вот смотрите, посадили его. Вот смотрите. Пора бы выпустить. Нет, ну понятно. Ну вот есть эти люди. Что вы предлагаете? Что мы делаем? Мы каким-то образом активизируем работу с ними. А они заявляют о том, что они выходят из состава Украины. Это же война. Давайте сейчас. Во-первых, война уже началась. Нет, это уже с нами война. Нет, нет, нет. Подождите. Мы, извините, Абхазия и Южная Осетия в состав Российской Федерации не вошли. Не вошли. Да. Так что это вопрос поддержки. А вы помните 2008 год? Была война с Грузией. Они не вошли в состав России. Но мы просто хотя бы оказали помощь и защитили гражданам Российской Федерации. И уже война. Сейчас нужно на секундочку отвлечься от Олимпиады и подумать о том, что нашим государственным мужам, о том, что если сейчас мы ничего не сделаем и не выстроим, не поможем. Здесь вопрос помощи. Да, это вопрос формулировки. Надо помочь местным политикам. Они сами все там сделают. Но им надо помочь. Им надо помочь людьми, специалистами, возможно, ресурсами. Их надо поддержать на международном уровне. Поддержали. Да, их нужно легитимизировать таким образом. Вы представляете, что будет? Ведь завтра. А это будет в любом случае, Роман. Это будет в любом случае. Это будет в любом случае. Ну, в принципе, да. Мы сейчас ничего не делаем. Нас обвиняют в вмешательство внутренних дел. Вмешаемся. Сильнее просто будут обвинять. Да и бог с ними. Да. Вопрос в том, что если мы этого не сделаем, то тогда следующий Майдан свергнет мэра Харькова и губернатора Харьковской области. Дальше бандеровцы поедут в Одессу. Обязательно. Дальше бандеровцы поедут в Крым. И при поддержке крымских татар там устроят свою заваруху. Ну и тогда мы всю эту историю получим у нас на границе. Совершенно верно. А теперь мы слушаем наших слушателей. Магомед, добрый вечер. Я бы хотел сказать свое мнение. Да, пожалуйста. Если можно, то... Магомед, я вас очень прошу. Очень коротко. Да, да, да. Там, где нет сильной, ярко выраженной власти, мы получаем бардак. То, что было в Югославии, то, что было в Киргизии, то, что было в других там южных республиках бывших наших. И опять же, в 2012 году, когда происходили события на Болотной, если бы у нас на тот момент у власти был, ну, скажем, хотя бы тот же самый Дмитрий Анатольевич, я думаю, что мы уже у нас получили бы то же самое. Все понял. Позиция ясна. Мы сейчас прервемся. И потом у нас еще два слушателя. Дмитрий, Николай, мы послушаем их и дальше продолжим. Еще раз добрый вечер. Это радиофинам.фм. Частота 99,6. Это программа «Искусство возможного». Мы продолжаем говорить о ситуации на Украине с нашими гостями. Я их быстро сейчас представлю. Это Олег Бондаренко, политолог, директор Российско-Украинского центра. И Павел Салин, политолог, директор Центра политологических исследований при Финансовом университете. Телефон в студию, по которому вы можете позвонить и задать вопрос мне или нашим гостям, или высказать свое мнение по поводу того, что происходит на Украине. 65-10-99-6. Код города Москвы. 4-9-5. Еще раз. 65-10-99-6. Код города Москвы. 4-9-5. У нас звонки. Дмитрий, мы вас слушаем. Добрый вечер. Да, добрый вечер. Здравствуйте. К сожалению, немножко отрывками слышал вашу передачу, но если так вот упрощенно, я так понял, что, с одной стороны, у нас есть некие силы со стороны США, которые подпитывают эту ситуацию деньгами, да, ну, по восказанию ваших экспертских атаков, да, 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 да. И с другой стороны у нас есть некие силы, условно, бендеровцы, которые вот рвутся на восток, чтобы захватить предприятия, то есть то ли для того, чтобы на них работать, им никто работать не дает, то ли потому что там трубу из золота, я не знаю, для чего им вообще эти нужны предприятия захватывать. Так вот, я что хочу спросить у вас, экспертов, да, а нет ли просто, ну, более простой ситуации, что власть, с одной стороны, успокаивая общество, пытаясь говорить об эволюционном пути, занималась болтовнёй и не улучшала жизнь населения, и просто родилось вот то вот население, которое радикализовалось в силу своего там меньшей грамотности, больше там озлобленности социальной. И на фоне нашего наследства Советского Союза и царизма, в смысле вот такой вот, да, веры в царя-батюшку и надежды на государство и пофигизму большей части населения к судьбе своей страны, вот, вот эта вот активная часть радикальная выступила и заявляет просто громко о себе. И если бы власть не занималась болтовнёй, улучшала жизнь людей, боролась там за образование и, соответственно, за реальные политические институты, чтобы средний класс развивался, значит, представлял своих ярких представителей, да, то вообще этого бы ничего не случилось. И вот я просто пытаюсь провоцировать всё это на Россию, да, то есть насколько сильный лидер может спасти эту ситуацию, потому что я так понимаю, что эти процессы, это не там вина чья-то или там вот там заслуга лидера, да, а это какие-то объективные исторические процессы, которые мы наблюдали до этого, да, когда там, условно, там власть слабая или она там, ну, не готова... Всё понятно, Дмитрий, да, я понял. Вы знаете, у меня вопрос к нашему радиослушателю, а вы бывали на Западной Украине? Дмитрий? Уже видел. А, наверное, да, ушёл, жалко. В общем, я хочу сказать, что такое Западная Украина. На Западной Украине половина населения, ну, где-то меньше, где-то больше, там, от четверти до половины населения... Уже в Италии. Да, они в России сейчас работают, кстати, очень много гастарбайтерами. Да-да-да, да-да. В Италии подмывают, значит, стариков итальянских. В Португалии огромнейшая украинская диаспора, настолько огромная. Я был в Лиссабоне на прошлой избирательной кампании и очень был удивлён, что одним из лозунгов одной националистической партии Португалии было против, значит, арабов, африканцев и украинцев. Настолько там это... Потому что они там. Зачем им Донбасс? Да потому что они привыкли быть дотационным регионом. Вы знаете, как бюджет Украины распределяется? Он распределяется таким образом, что процентов 70-80 ВВП создаётся на востоке Украины. И дальше этот ВВП распределяется ровным слоем по всей стране. И на Западную Украину приходится довольно много. Поэтому они не привыкли работать. Там нет традиции работать у себя дома, на производстве. Там нет этих производств. Понятно. Именно поэтому они рвутся на восток. Это мы ответили дальше. Единственное, что есть на Западной Украине, так сложилось в советское время, огромное количество газовых труб и газохранилищ. Самых больших в Европе. Богучанское газохранилище в Ивано-Франковской области считается самым крупным газохранилищем Европы. Так что вот понастроили в советское время нашим друзьям. Нет, это всё было грамотно. Да, конечно. Это было грамотно, да. Строили ближе к рынку, там сбыта и так далее. До конца было уже три волны экспансии энергетической. Нефтяная, газовая и электроэнергетическая. Но вот не дошли мы до конца в этом смысле. Да. Николай, добрый вечер. Мы вас слушаем. Добрый вечер. Здравствуйте. Ну, вы знаете, Дмитрий очень интересные вещи спрашивал, я с ним солидарен. А Магомету хотел бы я так ответить, что власть, которая сильна, она должна опираться не на силовые структуры, да, а на силу народа. И я думаю, что вы сейчас как бы хороните Украину, да, может быть надо... Мы не хороним. А вы с Украины, да, насколько я понимаю? Нет, я не с Украины, но у меня родственники и на Западной Украине, и в Восточной Украине. Поэтому езжу, знаю, да. И как бы мы там, вот вы там говорите, что Россия должна спасать, ну, я как бы за то, чтобы больной человек не пытался спасать выздоравливающего, да. А кто больной, простите? Больной это мы, да, насколько я понимаю? Россия больная. А Украина выздоравливающая. Ну, мне кажется, они хотя бы к этому стремятся, да. Там пусть вы там, конечно, про коричневую там чуму рассказывали, да. Не, мы ничего не рассказываем. Не-не, Николай, мы ничего не рассказываем. Вы вообще правильно упомянули, все правильно. Может быть, этого нет там? Может, мы придумали? Нет, ну, это все есть, это было и при Советском Союзе. А вот сейчас в Киеве этого нет разве? Они с счетами, на счетах написано УПА. Восточных, да, конечно, там это все есть. Ну, как бы, они тоже украинцы, да, они тоже хотят другой жизни. Да. Они дикари, извините. Против кого-то, да? Да. А потом им надо будет решать вообще-то проблему тогда уже и, как бы, с националистами. Да-да-да. Ну, просто получается, знаете, какая история, о чем говорят наши эксперты? Что не они будут решать проблему с националистами, а националисты придут решать проблему с ними. Вот, смотрите, Роман, нам всегда казалось, что партия «Свобода», которая прошла в Верховную Раду, это ужас, 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 какие фашисты. Мы смотрели на них, ужасались их выступлением, но вот сейчас прошел год, и мы видим правый сектор. Мы видим движения, по сравнению с которыми «Свобода» — это такие себе национал-либералы, такие парламентарствующие, философствующие, а там вот ребята так ребята. Так что, знаете, уже прошло то время, когда нужно быть сдержанными в оценках, и давайте называть вещи своими именами, и с фашизмом, и с его новым воплощением, которое мы сейчас видим на Украине, нужно бороться огнем и мечом, извините меня. Если мы хотим, конечно, себе, своим детям хорошего будущего, у нас спрятаться наша хата с краю не получится, да и неправильно это будет. Да не получится, никто не даст, даже если захотели, не дадут, конечно. Александр, слушаем вас. Добрый вечер. Здравствуйте. Вы знаете, я считаю, что пусть борются украинцы сами в своем доме, нам не след туда встревать, у меня такое впечатление, что вообще все это заварено с целью втянуть Россию в какие-то агрессивные действия. Согласен, Александр, так они втянут по-любому. А у меня есть такое предложение, вот как красиво наш президент переиграл в Сирии. Просто замечательно нашел ход. Я считаю, что нужно подобный ход найти и в решении этого конфликта. То есть нужно сделать предложение, от которого нельзя было бы оппозиции украинской нынешней отказаться. То есть вы вспомните, что в момент развала СССР господин Ельцин, наш президент, подтвердил легитимность перед ныне существующим украинским государством решений о передаче восточных областей России в Украине, как пострадавшие в войне. Ну там Луганск, Харьков, понятно, все знают. И Крыма также. То есть получается следующее. В случае совершения государственного переворота легитимность передачи автоматически исчезает. То есть ставим под сомнение под пересмотр большой договор с Украиной. И тогда необходимо просто провести референдум и уж пусть будет так, как сами граждане этих областей решат. Это и по совести и по... Согласен, Александр. Но смотрите, какая есть опасность. Вот смотрите, предположим, завтра вот эти радикальные там ребята приходят к власти, да? Или, ну каким-либо образом, там или президент свой у них появляется, или же премьер-министр там с гораздо более широкими полномочиями. Они тут же начнут разбираться как раз с этими восточными областями. И вот в этих условиях, восточная область, ну возьмем тот же самый Крым, ну предположим, что они попробуют провести референдум. Как вы думаете, им кто-нибудь разрешит это сделать? Конечно же нет. И тогда крымчане, уже сейчас они это делают, обратите внимание, Александр, крымчане тут же скажут, ребята, обращаясь к России, помогите нам. И вот здесь мы никак не отреагировать на эту просьбу мы не сможем. То есть мы по-любому должны будем как-то реагировать. Как мы сможем реагировать? Мы сможем взять, допустим, под защиту русскоязычное население Крыма и российских граждан по примеру... Русскоязычное население, извините, это весь Крым. Весь Крым, совершенно верно. По примеру, допустим, того, что происходило в Абхазии и Южной Осетии. Но это же война, Александр. А вы говорите, не надо вмешиваться. Секундочку, я считаю, что здесь вообще, даже если таким образом повернется, то здесь уже будет вмешательство России под флагом сохранения международного права. Я понимаю, то есть легитимная будет история. Люди имеют право на проведение референда. Если кто-то не дает, мы имеем право защитить. То есть поставить свою охрану и будет проводить. Я понимаю, я понимаю. Эх, Александр, мне просто кажется, что вы немножечко наивно смотрите на ситуацию. На самом деле, Александр правильно говорит. Никто не говорит о том, что бы сейчас на Украине вводить воинские российские части. Об этом речи не идет. Я говорю исключительно о необходимости работы с восточноукраинскими элитами. С элитами абсолютно русскоязычными, русско-культурными. Вот есть маленькая такая область региона в Молдове, Гагаузе. Там был не так давно референдум. Там живет, наверное, меньше жителей, чем в среднестатистическом районе Москвы. Порядка 150 тысяч человек. Прошел референдум. Прошел референдум. 97% проголосовало за таможенный союз. 2% хочет интегрироваться с Евросоюзом. И 97%... Результаты референдума где? Так вот, подождите. Было заявление Бухареста, Румынии, который сказал, нам просто смешно. Где они? Давайте потрогаем их. Результаты эти будут в том, что Молдова не подпишет в этом году соглашение о безвизовом режиме с Евросоюзом. И о том, что Молдова не подпишет соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве, ассоциации и зоне свободной торговли. Вот в чем будут результаты. Уже об этом говорят официальные европейские лица. Сейчас, конечно, нужно помогать нашим коллегам проводить референдум. И не только в Крыму, но и русинам в Закарпатье. Это русские люди. Слушайте, я вообще не понимаю, почему их называют русинами. Это же были русские. Они потом... Роман, сто лет назад Львов был польско-еврейско-русским городом, где украинцев не было. Ну да. Значит, еще быстро два звонка. Дмитрий, мы вас слушаем. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Я сам из Крыма. Отлично. Я считаю, что всем крымчанам, Харькову, Донбассу нужно провести референдум. Да, Одесса еще, Одесса. Одесса, маму, не забудьте, да. Потому что это все незаконно отданные территории в 22-м и в 54-м году. А эти конституционные. Да. А вы знаете, что пишут ребята, которые представляют правый сектор и все остальные радикальные партии? Москали, приезжайте в Крым, и мы вас здесь встретим. Но я же вам говорю, это война. Мне кажется, мы их встретим. А мы их встретим. Отлично, Дмитрий. Все, следующий звонок. Николай, слушаем вас. Просто очень мало времени у меня. Да, Николай, слушаем вас. Добрый вечер. Добрый день. Я как бы хотел вот на чем акцентировать внимание. Я как бы представитель поколения, которое родилось и выросло при СССР. И мне на самом деле очень интересно было услышать... Вы здесь все такие сегодня собрались. Ну да. Ну вот мне было интересно послушать молодых людей, которые говорили, что в общем-то вот на самом-то деле это первопричина в том, что не в геополитических интересах, а в том, что действительно выросло поколение, которому на самом деле хочется совсем другого, чем та жизнь, в которой они живут здесь у нас и там на Украине. И я вот честно со многими ребятами молодыми говорил, там вот, грубо говоря, от 18 до 25-27 лет. Никто не поддерживает курс Януковича, ну тот, который он проводил. Все говорят, ура, наконец-то украинцы поднялись. Ну да, 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 все понятно. Николай, ну послушайте, пожалуйста. Вот смотрите. Да мы согласны, господи, мы знаем все про господина Януковича. Даже немножечко больше. Нет, вот просто посмотрите, какая история, Николай. В 2004 году украинцы проголосовали за Виктора Ющенко, когда Янукович пошел на перевыборы. Они за него проголосовали. Ровно через небольшое время их точно так же Ющенко перестал устраивать. Хотя, когда они впервые вышли на ту же самую площадь независимости, в оранжевом все, да, я спрашивал тогда у этих людей, молодежь в основном стояла. Я говорю, ребят, а вот что, они говорят, да мы слушайте, вот мы будем так жить, у нас все будет хорошо с образованием, с медициной. Ну вот в итоге Ющенко становится президентом, проходит какое-то время, начинают появляться статьи о том, что коррупция клана Ющенко, что у сына Ющенко единственная на весь Киев. Там шестерка БМВ с шильдигом М, там, и так, ровно то же самое. Пришли на выборы и переизбрали. И сейчас, значит, у нас на выборы, они снова пошли на выборы, проголосовали за господина Януковича. Он теперь им опять не нравится. Опять революция. Пришли сейчас, Януковича сметут. Завтра приходит следующий человек. Где гарантия, что не повторится ровно то же самое? Это уже становится просто традицией. Подождите, подождите, минуточку. Вы не забывайте, вы не забывайте временные рамки. Традиция, это когда это бы продолжалось в течение лет так пятидесяти. То, что сейчас происходит, то, что сейчас началось, ну хорошо, ну пять лет. Не, ну да, хорошо. Надо же смотреть на глобальный вектор. Ну конечно, вот десять лет мы наблюдаем бесконечный сериал «Выборы на Украине» называются. Революция на Украине. А что касается Виктора Януковича, все-таки не вполне корректно говорить о том, что вот Россия его выбрала тогда. Его выбрал Леонид Кучин тогда, во-первых. Это, да. Бывший президент Украины. Нам его предложили. Который его предложил, а мы его поддержали. Потом, в 2010 году, опять же, ну я работал тогда на Украине, Россия поддерживала Тимошенко, в первую очередь. Была спайка Путин-Тимошенко-Медведев-Янукович. И, Олег, сразу ответьте, пожалуйста, потом на вопрос, почему никто сегодня не вспоминает про Тимошенко? Почему протестующие не идут штурмовать колонию, где сидит Юля Владимировна? Я не исключаю ситуацию, при которой в независимом государстве Юго-Востока Украины Юля Владимировна Тимошенко продолжит сидеть в колонии в Харьковской области. Они никто не вспомнит. И в последний момент она станет неким поводом поторговаться за что-нибудь. И последний момент очень важный. У нас буквально полторы минуты. Все-таки Янукович действительно достал очень многих с точки зрения своей экономической политики и интересов семьи. Очень характерный момент, когда была информация о том, что в Крым едут бандеровцы захватывать вместе с крымскими татарами Верховный Совет, единственный человек, который смог выставить охрану, это был лидер русского единства Сергей Аксенов, у которого там по лихим 90-м остались хорошие связи. Да, простые люди, как на Западной Украине, не идут на Майданы, на площади, на востоке Украины за эту власть, несмотря на то, что они такие же русскоязычные. Да, спасибо. Спасибо, у нас осталась одна минута. Я вот не просто вспомнил про Тимошенко. Понятно, почему эти ребята не вспоминают в Киеве про Юлию Тимошенко. Но у меня еще и вопрос, почему наши, собственно, демократы-европейцы, которые повесили огромный портрет Юлия Тимошенко на мэрии Рима в ряду со всеми остальными правозащитниками, никто про нее ничего не говорит. И не ставят в качестве условия президенту Януковича обязательно освобождение. Что касается самого, Павел, не могу просто, осталось 40 секунд. Что касается самой ситуации, совершенно очевидно, что это момент истины, что в ближайшее самое время мы узнаем, чем все это закончится. Мне, например, все равно абсолютно, вот абсолютно все равно, что будет с господином Януковичем. Мне не все равно, что будет с нашими людьми, которые живут на территории Украины. Нужно активизировать нашу работу совершенно правильно, вы говорите, Олег. И если мы этим не занимались, то нужно заниматься этим уже форсированными темпами, мне кажется. И если мы этого не сделаем, мы получим минус замедленного действия у собственных границ, и эта зараза может через эту границу скакнуть. Спасибо еще раз всем. Встречаемся по четвергам на частоте 99,6. Это была программа «Искусство возможного». Спасибо. Продолжение следует...